Тяжело ли живется клоном в Фир? Клон он ведь тоже человек, просто внешне неотличимый от десятков своих братьев. Они носят одинаковые шлемы, стреляют из одинакового оружия, и каждый состоит в родстве с Пакстоном Феттелом. Раньше клоны в мире Фир выступали исключительно в роли пушечного мяса. Но теперь, в продолжении Фир 2 Reborn, мы посмотрим на мир глазами одного из них. Если верить заводской маркировке, 813 номер. Игра начинается с того, как буквально с неба сваливается новый главный герой. Он уютно устроился внутри гигантской бронемашины, которыми мы уже не раз управляли в предыдущих Фирах, и с первых же секунд начинает активно сокращать боекомплект. После использования рации на базе реплика, что-то в голове 813-го щелкнуло, и его заразила традиционная для всей серии эфир болезнь. На стенах мерещатся кровавые следы, из воздуха возникают говорящие мертвецы, а компьютер вместо задания советует открыть глаза или же найти путь. Вдобавок, незаметно для себя, наш шокированный герой перестрелял весь свой отряд. У солдат это бывает, так что коллеги отнеслись к произошедшему с пониманием и спокойно передают по рации, мол, 813-й двинулся мозгами при встрече «Стреляйте на поражение». Неизменные атрибуты серии «Мёртвая девочка» и режим «Слоумоушн» возвращаются на место после эпизода с рацией. Игра радует традиционным мощным искусственным интеллектом и интересными сценами, происходящими на уровнях. То самолёт прямо над вами пролетит, то обрушится гигантский небоскрёб. Вкупе с постоянными перестрелками боевик получается более чем эффектным. Для огорчения всего два повода. Во-первых, полное отсутствие каких бы то ни было новых противников или видов оружия. А во-вторых, ну просто-таки неприличная продолжительность. Такими темпами ещё чуть-чуть и сотрётся грань между видеорецензией и полным прохождением. Конечно, никто не запрещает собирать награды, выполняя различные условия от разработчиков или же проходить всё дополнение на максимальном уровне сложности. Но в расширение оригинального ФИР можно было играть по несколько дней, а тут всего удовольствия едва хватает, чтобы занять вечер. Сами понимаете, добротную сюжетную линию в такие рамки не уместить. Вот таким получилось официальное дополнение к ФИР-2. Быстрым, ярким, но практически не запоминающимся. 813-й номер, в отличие от какого-нибудь 47-го или 007-го, обречён на скорое забвение. А мы уже начинаем ждать следующее слово в серии ФИР. Если им окажется ещё одно дополнение ко второй части, пусть оно станет хоть немного длиннее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!